МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Марина Белова. Вашему вниманию основные события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Армавирская станция скорой помощи присоединяется к городской больнице. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, и сейчас в Армавире проходят необходимые процедуры. Для разъяснения всех нюансов реорганизации главный врач многопрофильной больницы совместно с представителями городской администрации встретился с коллективом скорой помощи. Основная задача слияния скорой помощи с городской больницей – оптимизация работы структур здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи. Объединение двух учреждений в одну структуру улучшит их взаимодействие и значительно ускорит принятие решений. Для этого сейчас определяют способы оптимизации работы скорой помощи. Я вас прошу сказать мне, где есть слабые звенья у вас, чтобы мы сразу наметили пути их решения совместно с вами. Я считаю это основной задачей. Объединение учреждений также позволит оптимально распределять финансирование и находить средства на обновление материально-технической базы и проведение ремонта. Сам процесс реорганизации скорой помощи никак не ухудшит работу бригад, а в дальнейшем слияние позволит более качественно подходить к решению задач. Мы не останавливаемся, вот как работали, так и работаем. А дальше уже с учетом новой организации будут, наверное, ставиться определенные задачи. Правильная задача стоит по увеличению бригад. Между тем объединение учреждений не предполагают увольнение персонала. Большинство сотрудников станции скорой помощи перейдет в городскую больницу в том же качестве, а остальным предложат альтернативные должности. Приоритет сегодня – это врачи, федшера, водители и так далее. Тот непосредственный персонал, который отвечает у нас за обслуживание жителей города Армавира, за выезды, за оказание медицинской помощи. Все остальные, еще раз говорю, в индивидуальном порядке будут рассмотрены. И я могу вам обещать, что каждому будет предложена та или иная должность или то или иное направление в профессиональном действии. Кроме того, объединение учреждений позволит более качественно реализовывать задачи, отмеченные в национальном проекте здравоохранения. Завершить реорганизацию планируют к 1 ноября этого года. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. К другим темам. Специалисты отдела цены тарифов администрации города провели анализ цен на медикаменты, социально значимые продукты питания и школьные товары за период с 1 июня по 16 августа. Подробности в следующем сюжете. Розничные цены на лекарственные препараты с начала второго полугодия должны были снизиться за счет уменьшения оптовой и розничной торговой надбавки. Однако этого не произошло. Причина в том, что вступление в силу соответствующего приказа региональной энергетической комиссии перенесено на 1 октября, и цены на некоторые препараты стали больше за счет увеличения оптово-отпускной цены производителями. На некоторые препараты, как правило, оригинальные и дорогостоящие, произошло снижение за жесткой конкуренцией розничных аптек. На территории города открылись аптеки «Аптечный клуб», где цены формируются с минимальными торговыми надбавками, и другие аптеки снижают розничные торговые надбавки, чтобы не потерять покупателей. Анализ цен на социально значимые продукты питания показал, что цены на овощную продукцию снизились, так как в августе начинается сезон массового сбора урожая, и овощи отечественного производства, которые выращивают в открытом грунте, начинают в больших объемах поступать на прилавки. Снижение будет наблюдаться до октября. Практически не изменились цены на молочную продукцию. На уровне 1 июня осталась стоимость муки и круп. До 6,6% выросли цены на мясо. Это повышение временное. Через середину сентября цены вернутся на уровень 1 июня. Это такой прогноз пока. Традиционно в это время снижается стоимость растительного масла. Скоро начнут убирать подсолнечник. Запасы масла большие, а срок его хранения ограничен. Почти на 6% подорожали яйца. Статистика утверждает, что в прошлом году треть продуктового бюджета россиян приходилась на мясо. На втором месте по тратам жителей России находятся молочные продукты. Третье место занимают хлебобулочные изделия и хлеб. В среднем за месяц среднестатистический житель России тратит на продукт около 6 тысяч рублей. Скоро начнется новый учебный год. Кто-то уже собрал ребенка в школу, другие горожане отложили покупки на конец августа. Анализ цен на канцелярские товары и школьные принадлежности показал, что стоимость этих товаров стабильна. Марина Белова, Игорь Щенников, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир. К другим новостям. Флаг державы – символ славы. Так называлась интерактивная экскурсия, которая состоялась в Армавирском краеведческом музее в честь Дня государственного флага России. Участниками стали воспитанники детских площадок. Что они делали, знает Влада Волошина. В этом году День российского флага отмечают в 25-й раз. Именно 22 июня символу вернули официальный статус. А появился триколор 350 лет назад по указу царя Петра I. Это и многое другое 11-летняя Екатерина Усманова узнала во время интерактивной экскурсии в Армавирском краеведческом музее. Девочка пришла сюда с друзьями, воспитанниками детской площадки. Я люблю свою страну. Мне очень нравится, когда говорят о России. К тому же это очень душевно. Я узнала то, что этот флаг не раз меняли. И очень было интересно для меня. Это удивительно было. То есть, ну надо же знать свою историю флага, как ты живешь. Потому что это наша страна сильная и душевная. Ребята не просто прослушали рассказ об истории российского флага. Они посмотрели интересные слайды, увидели образцы триколора, познакомились со значением каждого цвета символа. Под руководством экскурсовода школьники нарисовали флаг России, а желающим сделали соответствующий аквагрим на лице. Воспитатель ребят Елена Олейникова уверена, что такие экскурсии укрепляют патриотический дух детей, расширяют их кругозор. Я считаю, что детям обязательно надо знать государственные символы России. Герб, флаг, гимн. Знание цветов флага объединяет детей. Воспитывает у них любовь к родине, патриотизм. Экспозицию и программу экскурсий, приуроченных ко дню государственного флага России, работники музея подготовили заблаговременно. В преддверии праздника участниками мероприятий уже стали три группы детей. Сотрудники музея отметили, что ребятам очень интересно узнать об эволюции символа нашей страны. Они хорошо запоминают исторические факты. А это помогает воспитывать гражданственность. Этот день не является праздничным, но всё равно по всей стране проходят торжественные мероприятия. То есть различные молодёжные флэш-мобы, веломото-пробеги. Конечно же, и наш музей не остался в стороне. Таким образом, мы хотели привлечь наших граждан Российской Федерации к патриотическому воспитанию и также привить любовь к нашей родине. Армавирские школьники постоянно выходят с российским флагом на праздники и демонстрации. Теперь они будут знать, как появился символ и что означает. Это укрепит их гордость за свою страну. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. 24 августа в 20 часов по всей стране пройдёт всероссийская акция «Ночь кино-2019». В рамках акции в городском парке будут показаны три отечественные киноленты. Это семейная комедия «Домовой» категория 6+, комедия «Полицейские с Рублёвки. Новогодний беспредел» 16+, и боевик «Балканский рубеж» категория также 16+. Это была заключительная информация. Ещё больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. Подписывайтесь на наш новый аккаунт «Город Армавир» в Инстаграме. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин